Доброе утро! Совсем скоро в окружном центре стартует первый открытый городской конкурс патриотической песни «Вера, величие, память», посвященный памяти Виктора Заполоцкого. В нашей студии Кристина Зайцева, методист культурно-досогового центра «Октябрь» и Денис Новиков, участник конкурса. Это участниче просто. Человек с большой буквы. Лауреат всероссийских международных конкурсов. Обратим поподробнее. Доброе утро! Конкурс уже стартовал, уже есть участники, да? То есть уже кто-то подал заявку для участия? Смотрите, сейчас идет прием заявок. Мы принимаем заявки до 5 марта. С положением можно ознакомиться на сайте администрации города Ханты-Мансийска, культурно-досогового центра «Октябрь» и в социальных сетях, группах различных «Одноклассники», «Контакты» и «Правда». Любой человек может подать заявку? Абсолютно любой. У кого есть вера, у кого есть величие и у кого есть память, ты по последнему пункту не подходишь. Скажу. Игорь. Смотрите, участие может принять каждый, потому что это открытый городской конкурс, и он подразумевает под собой то, что и житель города Ханты-Мансийска, и житель Ханты-Мансийского района, и житель округа, и Тюменской области может принять участие, независимо, где он живет. Кто-то проездом. Нижневартовский фурган. Конечно же, да, конечно. Любой может принять участие. А какое-то прослушивание будет? То есть могут отказать или нет? Смотрите, сейчас у нас ведется прием заявок, затем 16-18-го будут конкурсные отсмотры по номинациям. У нас три номинации «Гражданско-патриотическая песня», «Военно-патриотическая песня» и «Песня Великой Отечественной войны». Компетентное жюри прослушает участников, и уже 18-го марта состоится гала-концерт, где будут объявлены имена победителей и призеров конкурса, и мы услышим самые яркие конкурсные выступления. Ты понимаешь, 18-го марта, в день всенародного выбора стать победителем конкурса, вера величей памяти. 18-го марта – это не случайная дата, потому что наш конкурс посвящен воссоединению Крыма с Россией. Именно 18-го марта 2014-го года состоялось это памятное событие в истории России, и этому посвящен конкурс. Также хотелось сказать, что в этом году конкурс посвящен и Виктору Заболоцкому, человеку, очень известному как на территории города Ханты-Мансийска, так и на территории округа. Поэтому в рамках нашего конкурса будет проходить «Вечер памяти», который состоится 16 марта в 18.00 в Большом концертном зале Культурно-досугового центра «Октябрь». То есть программа обширная, будет кого послушать, будет что послушать, что рассказать, ну и, соответственно, вот вечер. Но, если говорим о возрасте, какой разбег от и до? Мы ждем конкурсантов от 4-х лет и старше, до бесконечности. Денис у нас немного заскучал. В какой номинации ты принимаешь участие? Я решил принять участие в номинации «Военно-патриотическая песня». Предварительно я проконсультировался с организаторами, к какой номинации мою песню отнести. Ну и, собственно, такой выбор. Это песни, рассказывающие о боевых действиях, о подвиге героев. И последняя номинация песни «Великой Отечественной войны» — это песни, непосредственно написанные в годы Великой Отечественной войны. То есть это все наши жизни? Посвященные Великим битвам, такие как Сталинградская битва, взятие Берлина. Данная номинация введена ввиду того, что память об этих событиях очень важна в нашей современной России. И мы хотим, чтобы люди знали эти песни. Не, ну и песни действительно достойные, потому что не раз приходилось слышать о каких-то важных битвах в Великой Отечественной войне. Песни действительно написаны от души, а не трогают. Итак, Денис, возвращаемся к тебе. Денис, а вообще сложно исполнять такие песни? Вот песни такой направленности? Ну, конечно, у них есть особая драматургия. И вообще это на самом деле патриотика, да, это такая бездонная кладезь. Очень много песен написано, потому что, ну, родину защищали, защищают до сих пор, всегда. И это вообще очень важно не только в музыкальном плане, но и в плане своей гражданской ответственности. А как понять, что зрителю нравится, что ты исполняешь, вот когда ты поешь именно вот такие песни? Это просто, Алена, большой поклонник группы Тути. Просто когда какая-то динамичная песня звучит, то есть если люди начинают подтанцовывать, то понятно, человеку нравится. А вот как понять, что нравится, что ты, когда поешь вот такую песню, патриотической направленности? Когда я, вот я, например, про себя могу сказать, стою на сцене, да, выходишь на сцену, начинаешь петь, и энергия незримо все равно, она ощущается, чувствуется. Смотришь на людей, и они на тебя смотрятся, соответственно, происходит обмен энергией. Ну и все-таки вот очень сложно, на твой взгляд, найти тот знаменатель поведения, ну, то есть, потому что вокалист — это не только голос, да, конечно, это является его основной частью, но и все-таки культура поведения на сцене, потому что эстрадные песни — это эстрадные песни, но патриотические — это же, я не знаю, это поза Кобзона, что-то такое. Тут во многом зависит от культуры человека, на самом деле, то есть каждый артист себя ведет по-разному. Итак, вот смотри, ты проконсультировался, ты будешь участвовать в... В генеации военно-патриотической песни. Военно-патриотической песни. Что за песня? Что за песня? Почему выбор пал именно не? Ну, я могу сказать, что вообще очень люблю, ну, разную музыку, но больше всего люблю рок-музыку. И, в частности, являюсь поклонником такой группы, как Кипелов. Ну, сейчас не все видят, просто Денис сидит в казаках и косуха на стуле. Вот недалеко, как в прошлом году у группы Кипелов вышел новый альбом «Звезды и кресты», и там одним из хитов в этом альбоме стала песня «Косово поле». Так. Она имеет такую отсылку к знаменитой битве XIV века в Сербии, где братья наши сербы сражались с братьями же нашими турками и османами. Ну, все люди братья. Вот, собственно, об этом в песне идет речь. Хорошо. К песне чуть-чуть позже вернемся. Денис, ну, смотри, ты лауреат всевозможных конкурсов. В основном, кстати, патриотических. Я очень много участвовал. Да, большинство конкурсов, где я участвовал, они были именно в патриотической направленности, гражданской либо военной патриотикой. Да, и это сейчас ни в коем случае не какой-то, мы не отпугиваем никого, да, остальных участников, скажут, ну вот он, конечно, сидит. Нет, на самом деле, очень давно не участвовал, много лет. Вот сейчас фора. Даже уже подзаду. Сейчас фора всем, да, все, Денис долго не участвовал, немножко музыкальной пыли так подосело на него. Можно выдохнуть. Да, опять же, нервы, ну, то есть, шансы есть у всех, да. Но все-таки волнение присутствует, потому что большая у тебя и концертная, да, биография, и медалей, и кубков, и дипломов куча. Но до сих пор, выходя на сцену, руки дрожат, ладошки потеют. Ну, по-разному, конечно, волнение все равно ощущается. В той или иной степени оно есть. Я все-таки думаю, что говорить. Надо спеть. Надо спеть. Вот можно попросить тебя буквально кусочек. Ну, с утра, конечно, тяжело. Нет, ну, понятно, но зато Кристина после песни дашь тебе паспорт. И песня такая достаточно высокая, кипела вообще очень трудно петь на самом деле. Небольшой кусочек, потому что не хотелось бы раскрывать, да? Нет, просто сейчас все делают телевизор погромче, дабы, если их ребенок не встал в школу, сейчас-то точно встанет. Один куплетик буквально. Да, пожалуйста, просто один куплетик. Не покинуть мне святую землю, и я вернусь в нее звездой упавшую. Вместе с ветром пронесусь я тенью над разбитым сердцем войска нашего. Браво, 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 браво. Я думаю, что все у тебя получится. Спасибо огромное, всех приглашаем на конкурс. Всех приглашаем на конкурс и на гала-концерт, который состоится 18 марта в 14.00 в Большом концертном зале Культурно-Досугого центра «Октябрь». Все за творчество, все за дозой позитива, друзья. Спасибо вам огромное, что пришли к нам в гости. Хорошего дня вам желаем. С вами же увидимся 2, возможно, 2,5 минуты.